всем привет прямо сейчас вышло свежие видео у марка гинсбурга это миллиардер видео которого мы уже про bitcoin публиковали и я сейчас сделаю для вас нарезку интересных мыслей а полное интервью и ссылку на него я оставлю внизу в описании и самое главное что еще хочу вас попросить внизу есть ссылка на нашего telegram бота где мы проводим уже второй розыгрыш это будет крипто тачка поэтому если ты вдруг не подписан на нашего крипто бота то обязательно подписывайся потому что мы начинаем новый промо проект интересный крипто тачка мы ее будем делать вы будете видеть как это все происходит и соответственно все кто зарегистрированы в боте там смогут и и выиграть в общем все всем приятного просмотра смотрим вместе здравствуй дорогие друзья ну что у нас сейчас новогодние праздники рождественские праздники происходит очень много в эти дни таких важнейших политических событий я понимаю что вы все-таки хотите получить от меня более конкретный вопрос почему bitcoin ушел вверх почему он уже достиг таких заоблачных высот и стоит больше 30 тысяч долларов интернет забит версиями это и ковид и рецессия и эмиссия и проблемы с рипл и проблемы с тизер ну вы знаете что там сейчас комиссия по ценным бумагам вызывает в суд они уже больше года ведут эти судебные действия просто против тизер да и хотят чтобы те заплатили больше миллиарда штраф ну тизер вы знаете это компания которая выпускает стой билкойн юэс детей это ну такой ключевой игрок на рынке криптовалют понимаете ну конечно же все это все эти по отдельности причины и особенно в совокупности них конечно же да они имеют определенное значение но истинная проблема совершенно не в этом абсолютно не в этом а в чем ну смотрите есть причины и есть причина номер один и так причина номер один в середине января я вам сейчас так блесну такой осведомленность сюда в середине января будет опубликован закон закон о котором ребята с wall street знали еще осенью именно это спровоцировал это дорально и так будет опубликован закон в соответствии с которым биткоин перестанет быть активом запретным или нежелательным запретным до называй вещи своими именами для институционалов так ну то есть для банков для хэдж фондов для пенсионных фондов смотрите есть очень много регулирований и ограничений которые регламентируют действия управляющих хэдж фондами то есть самом деле они обладают действительно большой властью они все высокооплачиваемые лучшие специалисты если мы говорим о ведущих хэдж фондов да однако они есть определенные ограничения то есть они не могут брать в портфеле ну скажем так сомнительные или правильно их назвать там неподтвержденные активы и вот криптовалюты bitcoin был списке вот этих вот активов поверьте мне я многие из них хорошо знаю эти ребята они все знали и понимали про bitcoin и про эфириум но они не могли их брать в портфеле клиентов а теперь смогут теперь смогут и смотрите вот это был помните я говорил про джек а дорси джек джек Christie'а да который основатель о публичной компании主 почему я так акс cap 여 ва внимание на этом это был мощнейший сигнал потому что сквера является публичной компанией и публичной компании находится под таким количеством регулирования комиссии по ценной бумагам и биржам а комиссия по ценной бумаги и биржам это правительство правительстве государством государствами ну как знаете как в начале советской власти была чрезвычайная комиссия ЧК. Вот это вот СИК. И вот, представляете, если публичная компания, они в октябре купили сначала 20 миллионов биткоинов, потом добавили еще 30. То есть, публичная компания поставила на свой платежный баланс биткоин. Вы знаете, как только я прочитал об этом, я сразу же, у меня есть ряд активов в недвижимости в Киеве, да, есть ряд активов обычных, регулярных каких-то, есть активы, которые я люблю. Вот у меня есть два актива, любимых мною, да, и мне регулярно звонили там определенные брокеры, да, и потенциальные покупатели, предлагая их продать. Однако сегодня лучшая ситуация на рынке, цены, которые они мне предлагали, они меня не устраивали. И переговоры, как бы дальше их предложения не двигались. Я, узнав об этом, о том, что Square купил на 50 миллионов биткоина, я моментально позвонил обоим, да, прецедентам, уточнил с ними цену, к их большому удивлению, моментально ее принял. Продал их и направил деньги туда, ну, вы сами понимаете, куда. Так вот, я хочу сказать, что сегодня ситуация такова, как она есть. Но, опять же, я хочу вас предостеречь о том, что, во-первых, опять же, очень многие полагают, что биткоин, называя все преимущества биткоина, у него масса преимуществ перед фиатными валютами. Одно из преимуществ, часто вы упоминаете, что это анонимная валюта. Да, анонимная, но пока. Пока. И уже пошел обратный отсчет времени. Уже, кстати, в прошлом году АРС, Американская налоговая служба, она уже в налоговую декларацию всем, кто заполняет ее, там уже был поставлен вопрос. Пока просто вопрос. Имеешь ли ты криптовалюту? Но уже скоро, совсем скоро, я знаю пару компаний, которые работают уже по контрактам с федеральным правительством, они отрабатывают алгоритмы действия налоговой службы. То есть, уже совершенно скоро вы будете обязаны внести все свои криптокошельки в свою налоговую декларацию. А Coinbase, помните, я сказал, что есть две такие крупнейшие биржи, Coinbase и Gemini, которые находятся под регулированием соответствующих органов в Соединенных Штатах Америки, однако они имеют высокий статус защищенности, страховок и так далее. Так вот, Coinbase обязана будет сообщать налоговой службе АРС о всех своих американских клиентах, как частных, так и институционных. Вы знаете, такая ситуация была на 10 назад, со швейцарскими банками. Очень многие люди имели в швейцарских банках, в частных швейцарских банках счета, номерные счета и считали, что все, но они вообще недосягаемые, неуловимые для налоговых служб США, потому что, как я сказал, номерные счета, там не было никаких их персональных идентификаций, только номер счета. Однако, Соединенные Штаты Америки очень жестко банкам со 100-летними, 200-летними историями применили это в свое законодательство и поставили их под грозям многомиллиардными штрафами. Кстати, очень многие банки и были оштрафованы на десятки миллиардов долларов, заставили их выдать всю информацию о своих американских клиентах. Очень многие люди, я знаю таких людей, очень многие люди получили тюремные срока, такие респектабельные бизнесмены, известные публичные люди, которые не сообщали об этих своих счетах в американскую службу налоговую, считая, что они абсолютно защищены и они получили значительные тюремные сроки, либо много миллионные штрафы. А вот это какая же ситуация сегодня. Я уверен, что совсем скоро я знаю просто, что Coinbase должен будет ставить налоговую службу США, давать им информацию о всех своих американских клиентах. Ну, мы разобрали с вами такие аспекты американского официоза, который повлиял на рынки. Мы рассмотрели, я старался, чтобы мы рассматривали объективные факторы, поведение институционных инвесторов, частных инвесторов, известных, выдающихся. Я старался переводить объективными факторами. Но все-таки нам не уйти сегодня от упоминания политических аспектов. Хотя я всегда, я часто повторяю, что последние 300 лет миром правят банки и все мировые конфликты, если посмотреть в корень, вглубь, то мы увидим торчащие уши банков и банкиров. А в последние годы, в последние месяцы, особо, как никогда прежде, политические процессы и политическая ситуация в мире, она определяет не просто движение финансовых рынков, а определяет такие, скажем, такие мейнстрим, да, и их глобальные направления. И то, что сейчас происходит с биткоином, я хотел бы все-таки это увязать с той ситуацией, которая случилась в ноябре в результате выборов в Соединенных Штатах Америки. Именно поэтому вот это ралли, да, биткоина, оно совпало по времени с американскими выборами и итогами этих выборов. Ну, смотрите, я часто говорил, да, что противостояние Трампа и Байдена это противостояние двух систем. И, понимаете, то, что победил Байден, победил Байден, да, и вот новый министр финансов, о котором он заявил будет в его кабинете, это Джанет Эллен, это все повлияло на то, что курс биткоина пошел наверх. Объясню, почему. Потому что, смотрите, я ведь вам говорил, что Байден и Трамп это не две просто личности, да, которые боролись за пост президента. Это фронтмены двух систем. И мы прекрасно понимали, что и Стивен Мучин, это министр финансов в США, или как в Америке это говорят, секретарь казначейства. И многие в кабинете Трампа, они не любили крипту. Не любили крипту, почему? Потому что, опять же, они представители вот этой системы. Это как лозунг Трампа «Сделаем Америку сильная пять». То есть, они хотели сильный доллар, но они хотели сильную Америку, прежде всего, да, экономически сильную, индустриально сильную, да. Байден это международная финансовая группа, глобалисты, да, они хотят, чтобы США и доллар были номер один в мире, то есть, и финансово, и инновационно. именно поэтому я убежден, да, что исход выбора во многом был решен, потому что вот были избиратели, которые примерно было их одинаковое количество, да, ну, наверное, финансистов и индустриалов можно было примерно сравнить финансово. Золотая карта была у цифровиков, у айтишников, и они взяли сторону Байдена. И я хочу сказать вам, что, наверное, в этом есть определенная вина и дальновидность Трампа, как президента и его кабинета. Потому что то, что происходило последние два года в Америке, два-три года в Америке в отношении того же блокчейна, криптовалют, это, ну, с моей точки зрения, это было совершенно недопустимо. Потому что, то есть, несколько лет они никак не могли определиться с определением, да, что же это такое. Это акции или это активы, да, и какое регулирование. Рынок ждал любого, пускай даже самого жесткого и запретного, законодательства. Потому что, когда известно, что запрещено, соответственно, известно, что разрешено. Понимаете, а так были совершенно непонятные правила игры. И все, все, большинство стартапов, они инкорпорировались где угодно. Ну, не знаю, там, на островах, в Канаде, в Мексике, в России, но только не в Соединенных Штатах Америки, да. Я часто говорю, что если бы в начале 90-х годов Клинтон, Клинтону могут быть разные претензии, но если бы Клинтон вел себя в начале 90-х, так как Трамп себя вел в 2016-2018 годах, в отношении его того же зарождающегося интернета, то Кремниевая долина могла бы быть в Бразилии, в Мексике, в Канаде, в России, где угодно, но не в Соединенных Штатах Америки, и бы мы тогда жили совершенно в другом мире. Это тема, опять же, отдельного разговора, но это так. И хочу сказать я напоследок, что вы, наверное, все-таки ждете. Вот я говорил, рассказывал, но вы ждете. Ну что же делать? Держать крепче биткоин, покупать его, а если он пойдет вниз, пойдет обязательно. Эта волатильность криптовалюта, она подвержена очень многим субъективным факторам. Вот если пойдет вниз, продавать или нет. Смотрите, ребята. Может быть, я так бы хотел сказать, держите крепче свой биткоин, он будет стоить 50. Но на растущем рынке я не могу это сказать, я не хочу провоцировать вас на покупки. Я просто многое вам рассказал сегодня, да, получился эфир намного для нее, чем я предполагал, но мне кажется, что все-таки вы получили какую-то определенную информацию как руководство к действию или, что не менее важно иногда бывает, к бездействию. Так? Я просто напоследок хочу сказать, привести просто простой пример, да, смотрите, потому что я, как правило, когда вот сегодня, еще раз, нет ни одного эксперта, ни одного эксперта, который вам скажет, что он знает, как поведет себя биткоин в ближайшие несколько месяцев. Кто-то может сказать о некой большей или меньшей вероятности, но никто абсолютно ничего не знает, никто не знает, как долго продлиться ралли, и никто не знает, какова будет глубина падения. Я приведу вам просто такой пример. Два года назад было добыто 17 миллионов биткоинов, да, примерно в то же время число миллионеров в мире. Вот как я для себя просто определил свою тактику тогда, два года назад, когда биткоин падал. Смотрите, и так было добыто уже 17 миллионов биткоинов, стоимость добычи и время добычи резко увеличились, осталось всего 4 миллиона этих монет, и вот в то время я взял такие данные, я прочитал отчет Credit Suisse и узнал, что число миллионеров в мире по данным Credit Suisse составляло 36 миллионов человек, а их общее состояние 128 триллионов 700 миллиардов долларов, так, ну, я взял калькулятор и просто посчитал, что если бы все миллионеры вот коллективно решили держать только 1% своих капиталов в биткоине, тогда цена биткоина должна была быть 75 тысяч долларов, ну, знаете, в 17-м году на падающем рынке предположить, что все миллионеры мира согласятся 1% своих активов держать в биткоине было, возможно, сложно, за 3 года ну, очень изменился, за 2 года очень изменился мир, мы стали все намного более цифрово ориентированы, цифра вошла в нашу жизнь, мы знаем, что цифра это даже не послезавтра, это уже завтра, да, это раз, во-вторых, сегодня вы посмотрите, что происходит с биткоином, существуют все-таки те объективные факторы, о которых я сказал, вот, ребята, вот такой вот вам пример, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, до новых встреч, с биткоином,